Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной. За прошедший период, за последние сутки, в Республике зарегистрировано 292 новых случаев коронавирусной инфекции, 145 из которых приходится на город Якутск. Необходимо обратить внимание на то, что в городе Якутске увеличилось количество тяжелых случаев среди лиц среднего возраста. В городе Мирном, Мирненском улусе зарегистрировано 15 случаев, 14 случаев в Алдане. Сложная обстановка сегодня является в Хангаласском и Мегино-Кангаласских улусах, где зарегистрировано 10,9 случаев соответственно. По 7 случаев зарегистрировано в Жиганском, Неренгринском, Олегминском и Оленюкских улусах. Во всех улусах ситуация находится под контролем. Медицинские организации оказывают соответствующую услугу по помощи гражданам, а, соответственно, оперативные штабы отрабатывают для того, чтобы вместе с Роспотребнадзором не допускать распространения очагов. В целом, от 2 до 6 случаев зарегистрировано в 15 районах республики. В тяжелом состоянии на лечении в медицинских организациях республики сегодня у нас находится очень большое количество наших жителей республики – 173 человека. Из них на аппарате искусственной вентиляции легких – 38 человек. В основном это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и невакцинированные. Наиболее напряженной эпидемиологической ситуацией является у нас сегодня Абыйский, Амгинский, Жиганский, Мегино-Кангалаский, Намский, Ольнюкский и Уселданский район. По решению оперативного штаба, который состоялся вчера на уровне главы республики Саха-Якутия, в Амгинский район направлена группа Министерства здравоохранения республики в целях разрешения ситуации, связанных с достаточно высоким количеством выявленных случаев за последние три недели. В республике идет полным ходом вакцинации, и за эту неделю мы смогли увеличить темпы вакцинирования. Я думаю, что сегодня к нашим жителям, к людям, которые хотят заботиться о своем здоровье, приходит осознание того, что вакцина является непосредственно единственным способом для того, чтобы защититься от новой коронавирусной инфекции и, соответственно, понимание того, что именно способы, которые сегодня выбраны в виде так называемых выходных дней, а также последующие QR-коды, они, по сути дела, приближают нас, естественно, как к коллективному иммунитету, так и к возможности противостоять вирусу и встретить Новый год в кругу своей семьи. И, конечно же, хотелось бы, чтобы Новый год встречали все в полном сегодняшнем семейном составе, потому что до сих пор на территории Якутии продолжает фиксироваться большое количество семейных очагов. И для того, чтобы сегодня обезопасить себя и свои семьи, их сохранить, очень важно, чтобы семьи были провакцинированы. Это дает возможность и медикам значительно легче бороться с этим вирусом, если кто-то из членов семьи заболел. Ну а самое главное, это даст нам возможность всем вместе встретить любимый праздник Новый год как семейный праздник. В республике идет также и кампания непосредственно по вакцинации против гриппа. На настоящий момент в основном у нас дети, мы вакцинируем детей против гриппа, а также всех и, соответственно, взрослых привито около 221 тысячи человек, что составляет всего 22% населения. Если прошлый эпидсезон мы прошли без гриппа, то в этот эпидсезон идет осложнение гриппа, грипп уже фиксируется, поэтому мы сегодня призываем на вакцинальные участки в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава Российской Федерации. Вакцину и против гриппа, и коронавируса можно оставить в один день, одновременно по естественной медицинской организации. Все медицинские организации республики сегодня работают непосредственно как прививочные бригады в усиленном режиме, развернуты дополнительные пункты, где осуществляются прививки. Не нужно обратить внимание, что по просьбам граждан республики, особенно по просьбам горожан, прививочные пункты организованы и в больших работающих на настоящий момент торговых центрах. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, сегодня мы понимаем, что после 8 числа мы установили определенные правила, в соответствии с которым указом главы республики Саха-Якутия определено о том, что в торговые центры, в большие места массового скомпления граждан проход будет осуществляться только на основании QR-кода. Что сегодня из себя представляет QR-код? Это то, что выдает наша непосредственно медицинская организация через систему госуслуги для того, чтобы можно было беспрепятственно проходить в случае, если вы провакцинирован или переболели в течение 6 месяцев. Поэтому просим с пониманием отнестись к необходимости соблюдения этого правила. Вот это даст здоровья нам всем!